Субтитры создавал DimaTorzok Временно исполняющего обязанности главы администрации Галского района Астамура-Сланзия с начальниками отделов и главами сел. Восстановление дорог в селе Лада-Баргят. Спецрепортаж села Шашигвара. Кала-концерт «Страна талантов». В преддверии празднования Дня России в городе Гал состоялся концерт. 5 июня в администрации временно исполняющей обязанности главы Галского района Астамура-Сланзия провел плановое совещание с начальниками отделов, а 7 июня с главами сел. В понедельник, 5 июня на совещании были рассмотрены ряд вопросов и даны соответствующие поручения. В частности, обсуждался вопрос о продлении формы номер 9. В своем выступлении временно исполняющий обязанности главы администрации отметил, что продление формы номер 9 будет осуществляться на один месяц. Также обсуждались такие проблемные моменты для района, как задержка выплат заработной платы бюджетникам и погашение ее кратчайшие сроки, а также необходимости осуществления ремонта дома культуры. Астамура-Сланзия в свою очередь дал поручение директору РСУ Валерию Липсая осмотреть и составить смету для ремонта дома культуры в течение недели. В своем выступлении Астамура-Сланзия затронул тему незаконно построенных объектов и предложил компетентным органам провести проверку данной отрасли. Главный ветрач района Лиана Чгириная сообщил о распространении модулярного дерматита, кайрес, заболевания крупного рогатого скота. Данная инфекция может попасть путем завоза птиц и животных извне, в наш район, и о необходимости вакцинации добавив, что вакцина для лечения крупного рогатого скота довольно дорого обходится бюджету района. Однако вакцинация крупного рогатого скота все же была проведена в селе Хиацхо в количестве 400 голов за счет средств, собранных населением села. Затем на совещании затронули вопрос о проведении съезда самузаканских абхазов. В свою очередь, Ингизиналу пообещал ускорить процесс подготовки и провести его в ближайшее время. Не обошли на совещании стороной и сельскохозяйственный вопрос, касающийся распространения вредителям раморного клопа. Путем ловушек выявлена тяжелая ситуация в селе Гагида. 7 июня в среду временно исполняющий обязанности главы администрации Астамур Асландзе провел совещание с главами сел, где поднимались вопросы о своевременном сборе налогов на землю и арендных платежей. Астамур Асландзе пояснил, что форма номер 9 будет продлена на два месяца до получения вида нажительства. В совершении совещания Астамур Асландзе отдал четкие и соответствующие поручения ответственным лицам и нацелил всех на получение конкретных результатов по обсуждаемым темам. Проселочные дороги в Шашикварах, Умушкур, Вяда-Баргяб и Лада-Баргяб на прошлой неделе были восстановлены. Об этом вы узнаете в нашем репортаже. Совершенно очевидно, что качество проселочных дорог – это необходимые условия экономического выживания села. Ведь села, которые отличаются бездорожьем, пустеют и вымирают. Одна из основных причин плачевного состояния дорог, сельских в частности, – их постоянное недофинансирование. В этих условиях с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта. На днях по договору с администрацией села Лада-Баргяб Яном Кваранзе и директором унитарного предприятия при администрации Галского района Айдемиром Берсеровым была проведена планировка проселочных дорог общей протяженностью более 20 километров. Первая ласточка, с кем мы заключили договор, это Сорокин, село Хаш. Мы там провели работу, сделали в районе 14 километров дорог. Сейчас здесь Ян Кваранзе Алексеевич, мы с ним заключили договор, и по этому договору перечислил он нам денег. Запланировано у нас было 10 километров, но, естественно, сделали больше. В основном уделяли внимание профилю дорог и канавам. Были сложные моменты, участки очень сложные, где пришлось потрудиться. Ну, у нас, как говорится, этот не столько грейдер, а техника важна, сколько люди. Очень неплохо сработал наш грейдерист Камки Абаладе. Четыре дня мы здесь потрудились, сделали дороги. Радует то, что людям нравится. В дождь водители ездили с осторожностью, поджидали бесконечные ямы и ухабы. Поездка по таким дорогам превращалась в пэтку. Автовладельцам, да и пешеходам приходилось нелегко. Дорога, которая ранее представляла собой полосу препятствий, теперь отремонтирована и находится в проезжем состоянии. Следует отметить, что это не капитальный ремонт дорог, но, тем не менее, качество дорог значительно улучшено, что отметили и сами жители села. Дорогу сделали, все вроде нормально сейчас. Сгали надо было час-полтора часа, а сейчас можно за полчаса добраться сюда. Дорога, которая ранее в городе, не может быть, не может быть, не может быть. После назначения села Лада Баргя, Парандия и Иоанна Алексеевича, население считает, что жизнь улучшается. Насчет дороги, то, что сделано сейчас, это гораздо лучше, чем раньше. Спасибо руководству района и организациям, которые этот дорожный ремонт сделали. Мы надеемся, что в нашем селе и во всем Абхазии жизнь будет гораздо лучше. По словам директора унитарного предприятия Айдамира Берсирова, восстановительные работы по ремонту дорог продолжатся дальше в нижней зоне Галтского района при помощи и содействии главы района и актива сел. Анжела Убилава, Пижан Микава, Борис Цацуа, Галт ТВ Как живут жители села Шашиквара, смотрите в следующем репортаже. Село Шашиквара в Галском районе Абхазии расположено в западной окраине райцентра Гал. Как живут жители села, что изменилось за последнее время, какие работы были проведены и что еще предстоит сделать, мы узнали у главы села Шашиквара Фахтанга Гоуа. По словам главы села Шашиквара, в данное время в селе проживает 1405 человек, 475 дворов. Территориально село Мзиури делилось на 4 участка. Первый это Мзиури, второй есть населенный пункт Патрахутца и третий самый центр Шашиквара. Ходит такая легенда, вот в этом территории Шашиквара, там протекает речка Шашиквара, проживала женщина, которая варила варенники и вот ей звали Шаши. Мужчины, чуть-чуть выпившие, договорились пойти до дома Шаши и заставить ей варить варенники. Один позвал второго и сказал, давай пойдем Шашиквара Дуахашапуатья. Шашиквар Дуахашапуатья, да, от этого потом есть легенда, названная Шашиквара. Главная сфера деятельности большинства жителей села это работа по сельскому хозяйству, животноводство и торговля. Основные сельскохозяйственные культуры, которые выращивают жители села, кукуруза, орех. В селе Шашиквара функционирует медпункт, кабинет стоматологии, магазины, лесопильные и блочные заводы, МТС и ореховый цех. В 1997 году глава села Вахтангулуа при содействии и помощи администрации района восстановил школу, в которой теперь учатся более ста учащихся. По словам директора школы села Шашиквара Патта Гамахария, в этом году оканчивает школу шесть выпускников, часть которых поступает в Абхазский государственный университет. Некоторые остаются поступать в местный колледж. Хотел бы пожелать, чтобы они были достойными сынами своей родины, чтобы они оправдали все наши надежды. Все, что мы в них вложили, чтобы это реализовалось в их жизни, в благое дело. И мы им и гордились, и вот вопрос, который был предыдущим, чтобы мы могли говорить, вот этими людьми мы гордимся. Вот этого я им пожелаю. И вообще всем выпускникам в этом году я желаю именно этого, чтобы могли говорить о том, что молодежь не портится, а наоборот улучшается. Вот этого я пожелал всем. В 1999 году был открыт детский сад «Надежда», в котором на дошкольном образовании находятся 50 ребятишек. Жители села отмечают, что за последнее время жизнь села значительно улучшилась по всем направлениям. Но главной проблемой остается документирование населения, безработица и несвоевременная выплата заработных вклад учителям и воспитателям детских садов. Мы, как гальские жители, особенно наша администрация, мы не обижаем. Очень внимательные люди, очень хорошие. Что у них в силах, все помогают людям. К чему не подойдешь, они готовы всегда выручить. Особенно у меня, как старый человек. На ногах стоят и говорят, дядя, заходи, все хорошо. Можно сказать, что нормальная жизнь в сравнении с этим, как раньше было. Как не в лучший раз. И думаем, завтра лучше будет. Глава села выразил надежду на лучшее и поделился планами на будущее. В администрации нам помогают в том, что поддерживают то, что мы делаем. С арендной платья восстановили мемориал Великой Отечественной войны. Еще не докончили, потому что у нас деньги нет. На этот год еще соберем арендные платья. Хотим перекрыть это сделать. И на каждого погибшего сделать. Хотя фамилия, имя, отчество указать и повесить там. Чисто, аккуратно сделано. Наши будущие поколения, которые сегодня растут, чтобы им была возможность лучше жить. Хотелось бы, чтобы все проблемы села были разрешены, а само село процветало. Анжела Угилава, Пижан Микава, Ника Гачава, Калт-ТВ. По информации пресс-службы МВД Республики Абхазия мы вам представляем криминальную хронику в нашем районе за неделю. 6 июня текущего года в результате реализации оперативной информации в селе Ряб Галского района сотрудниками Уголовного розыска районного отдела внутренних дел совместно с сотрудниками прокуратуры Галского района провели осмотр приусадебного участка, принадлежащего парпале Джаби Атаревичу, 1983 года рождения, жителя того же села. В ходе осмотра обнаружен и изъят 21 корень мака, растение запрещенного к возделыванию в Республике Абхазия. В результате исследования изъятых корней установлено, что 17 растений являются наркосодержащими. Сам же гражданин парпале, согласно заключению медицинского освидетельствования, находился в состоянии наркотического опьянения опиоидами. За незаконное потребление нарковеществ судом Галского района парпале подвергнут административному аресту сроком на 30 суток. По факту возделывания запрещенных наркосодержащих растений в отношении последнего прокуратуры Галского района возбуждено уголовное дело. 8 июня в селе Хярца задержан гражданин Кварацхеля Даниэль Валикоевич, 1966 года рождения, уроженец села Саберио Гальского района, временно проживающий в селе Хярца. У последнего на приусадебном участке сотрудниками уголовного розыска районного отдела милиции совместно с прокуратурой Галского района обнаружено и изъято 160 саженцев растений мака и корень канапли, который может быть использован для изготовления наркотического средства каннабис, то есть марихуана. В ходе рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на выявление нарушений правил дорожного движения, за период с 1 по 8 июня сотрудниками гусардоинспекции Галского района оформлено 27 административных протоколов. Соуправление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии оштрафован один водитель. В продолжении темы новости культуры. Созвездие ярких талантливых ребятишек представили организаторы концерта «Страна талантов» на сцене районного дома культуры, где выступили лучшие творческие коллективы района. Об этом наш следующий сюжет. Эстрадное и хореографическое искусство сплачивает не только тех, кто поет, танцует и играет, но и тех, кто слушает. Именно таким объединяющим всех любителей музыки и танцев стал галоконцерт, который состоялся 9 июня в стенах районного дома культуры города Гал. Первыми на сцену вышли воспитанники детских музыкальных школ города и сел Вяда-Баргя по Баргет-Иседе. Юные музыканты превосходно исполнили произведения великих классиков, как Брамса, Шилбер, Огрига, наполнив зал прекрасной музыкой. Великолепная игра участников ансамбля «Игр на Адауле» и танец на коленях хореографического ансамбля «Самурзакан» произвел невероятные впечатления зрителей, которые не смолкая аплодировали. Впервые на сцене дебютировали ребята ансамбля «Диаскурия» села Абрки под руководством Михаила Гетти и села Вяда-Баргя. Ребята настраивали на некое торжество, и зал отвечал им тем же. Юные представители Кушка-Сверель, студии «Арфармацисс» и «Родники» подкупили публику не только мастерством, но и детским обаянием, которым, несомненно, они обладают. В финальном аккорде кала-концерта «Страна талантов» Тика Шамуги и Тамрико Лукава исполнили песню «Спестатель окончен». Затем состоялась церемония награждения лучших музыкальных коллективов и их руководителей. Поздравительные речи заведующего отделом культуры Вадима Яхвая, который наградил их за добросовестный труд и личный вклад в развитие народного творчества, сопровождался бурными аплодисментами. Совершили гала-концерт юные, но уже известные солисты Лукаш Кириная, Тимур Тянтория и Самсон Сергинара. В песне «Она вернется». В преддверии Дня России в городе Гал состоялся грандиозный концерт, который порадовал не только сотрудников погрануправления Российской Федерации, но и жителей и гостей города. День России в городе Гал отметили праздничным концертом, который подготовил отдел культуры Галского района совместно с отделом погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия. 12 июня День России – самый молодой, но важный государственный праздник, который символизирует национальное единство, свободу и общую ответственность за будущее страны и нации. Концертная программа была насыщена, разнообразна и по-настоящему празднична. В начале концерта прозвучали государственные гимны Республики Абхазия и Российской Федерации. С поздравительными речами выступили начальник отдела погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия Сергей Астафьев и временно исполняющий обязанности главы администрации Галского района Астамура Сланзия. Примите сердечные поздравления с главным государственным праздником Российской Федерации – Днем России. День России – это праздник каждого жителя огромного многонационального государства, праздник тех, кто ощущает причастность к великому, прошлому и настоящему Российской Федерации. Наши народы связывают многовековые узы, дружбы и сотрудничества. Российская Федерация является стратегическим партнером Республики Абхазия и гарантом мира и стабильности в нашем регионе. В трудные годы для нашего современного молодого государства многонациональный народ Российской Федерации встал рядом с нами в борьбе за диссебизмом Астамхазии. Мы всегда будем благодарны за неоценимую помощь, которую оказывает нам народ и руководство России. Не сомневаемся в прочности наших добрососедских отношений и укреплении духовных связей наших народов. В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов. С праздником! В концертной программе приняли участие помимо известных солистов и участники детской эстрадной студии «Родники». Настоящим праздником стало выступление солистов группы «Ингур» пограничного отдела с песней «Смуглянка». Песня «Родник» ПЕСНЯ ПЕСНЯ Великолепно выступили дуэты Хаджарата Агрба и Ираклия Гвилава, Ники Джахая и Ники Шубутидзе, Вадима Эхвая и Ираклия Гвилава с песней «Бунда». ПЕСНЯ 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 Праздник удался, что отметили в своих пожеланиях зрители. Приехали в ваш город Гал. Первый раз. Очень достопримечательный город. Очень понравился. Концерт на высшем уровне. Очень понравился. Почаще бы такого бы. Всех россиян поздравляю с нашим праздником и всех присутствующих. Желаю самое главное – мирного неба на голове. Остальное все будет. Мне очень понравился сегодняшний концерт. Приглашайте нас почаще. Очень хорошие песни. Все пели современные. И очень понравилась абхазская песня национальная. Спасибо большое. Мы рады. Поздравляем всех с завтрашним праздником. Сами из Белгорода. Всем привет. Из Белгорода поздравляем вас, всех россиян, с Днем России. Желаем всем здоровья, счастья, благополучия в семье. Всего хорошего. От всей души поздравляю граждан России в лице погрануправления ФСБ Российской Федерации. И в Абхазии поздравляю весь личный состав. Россия для нас – это гарант мира и стабильности. Россия для нас – это стратегический союзник. И мы вместе с Россией готовы строить новый мир. И у России есть шанс взять все самое лучшее из своего исторического прошлого. В этом я желаю успеха и удачи руководству Российской Федерации и всему народу России. Величие и мощь России вызывает трепет и уважение. Пусть в душе каждого гражданина будет место для любви к своей родине. Ника Гачава, Анжела Убилава, Пижан Микава, КАЛ-ТВ На этом все. С вами был Ника Гачава. До новых встреч в эфире. Абзий Араз. Чигиро ордар.